Добрый день, меня зовут Макинян Левон Гагикович, находимся мы в городской клинической больнице номер 13 города Москвы. Левон Гагикович, тема сегодняшнего эфира – это болезнь Хаглунда. Расскажите нам, что это за заболевание? Ну, это заболевание часто в народе говорят – шишка на пятке. Шишка по задней поверхности пяточной кости в месте прикрепления ахиллового сухожилия. То есть, если мы возьмем нормальную стопу, мы можем увидеть такую анатомию, где контакт задника пяточной кости, назовем его так, с ахилловым сухожилием, он равномерный. А если мы возьмем, к примеру, полую стопу, когда угол наклона пяточной кости значительно отличается, нежели от нормальной анатомии, мы обратим внимание, что задник пятки острием касается пяточной кости, касается ахиллового сухожилия. Тем самым его постоянно раздражает, а если еще обувь давит и усугубляет, тем самым возникает та самая болезнь Харланда. Такое грубое разрастание на задней поверхности, которое подкожно мы видим в виде шишки. А в каком возрасте и кто чаще всего сталкивается с этим заболеванием? В детстве тоже можно увидеть данную проблему. В детстве это болезнь шинца. Поэтому тут почему у детей это проявляется? Здесь зона роста. В этой области, где крепится ахилловый сухожилий, в этой области растет пяточная кость. И если происходят какие-то постоянные травмы, или ребенок занимается спортом, эта область может вовремя не закрыться, и эта деформация будет прогрессировать. Поэтому своевременная консультация ортопеда может профилактировать это заболевание. Поэтому надо при первых же признаках того, что там есть покраснение, воспаление, болевой синдром, припухлость какая-то, показать ребенку ортопеду. У взрослых людей это чаще бывает на фоне какой-то травматизации. Травматизации в виде ношения обуви специфической. Это у спортсменов бывает очень часто, когда задник обуви давит. Некоторые даже футболисты этот задник обуви делают там техническое отверстие, чтобы пятка там помещалась и не давила. И это нередко можно увидеть на каких-то картинках, и люди смеются, что это такое, нет денег на кроссовки. Есть деньги на кроссовки, просто так обуви, как для них специализировано, не изготавливают. И поэтому эта область приходится в некоторых случаях, помимо того, что ведут консервативное правильное ношение обуви, подбор обуви, каблучок в некоторых случаях помогает, да, там 3-4 сантиметра, когда мы носим каблучок, тем самым пяточная козь несколько возвышается, и эта зона соприкосновения с ахиловым сухожилием меняется, траектория меняется, и нет соприкосновения, соответственно, не болит. Но опять-таки, есть болезнь Хагглунда, и есть синдром Хагглунда. В чем отличие болезни? Это когда уже есть костная деформация, когда есть воспаление, а синдром может возникнуть на фоне просто воспаления, которое возникло на фоне сдавления, либо травматизации, потому что есть с чем там воспаляться, и сумки ахилового сухожилия, и сумка есть между костью и ахиловым сухожилием, и бывает образование над пяточной костью воспаляется на эти ткани, поэтому тут надо верифицировать соответствующую проблему и найти путь решения, выбрать путь решения, потому что нам известны эти пути, и исходя из того, что если это костная деформация, и сильно раздражает ахиловое сухожилие, этот нарост приходится удалять. В некоторых случаях можно сделать закрытое, это под контролем камеры эндоскопически, а в большинстве случаев приходится открываться, сделать доступ, либо через само сухожилие ахилового, либо уже сбоку, либо с медиальной стороны, то есть с внутренней стороны, три доступа, либо с этой стороны можно зайти, либо с внешней, либо через ахиловое сухожилие. Поэтому вот такая история. Левон Гагеревич, сейчас мы с вами чуть попозже подробнее поговорим про операцию, которую вы производите. Все-таки мне интересно, какой контингент к вам приходит именно с этой болезнью? Женщины, мужчины, возраст? Преимущественно женщины, почему? Потому что женщины более решительны, скажем так. Потому что мужчин очень сложно привести к врачу. Их либо с жены приводят, либо уже ситуация такова, что безвыходные, они приходят сами. А так, в основном, это уже старшие, взрослые пациенты. Почему? Потому что молодые, как правило, скажем, справляются подбором обуви и так далее, а взрослые уже носят однотипную обувь. Они уже привыкли к одному типу обуви и носят ее. Поэтому, исходя из этой ситуации, она усугубляется, и несвоевременное обращение приводит к таким ситуациям. Расскажите нам о симптомах, которые говорят об этой патологии. Вот какие? Боль, покраснение. Боль именно в этой области, где я показал, вот ахилловых сухожилий, где крепятся. Какие-то трудности, усугубляющиеся при ношении обуви, да? То есть вы надели обувь, эта область начинает больше болеть и краснеть. Опять-таки, костно-хрючевое выпячивание, когда мы видим сзади шишка такая, да, на пяточной кости, в области пяточной ахилловых сухожилия. Нужно обратиться к врачу, сделать рентген, в некоторых случаях МРТ, и уже принять решение о тактике дальнейшего лечения. Вот как раз мой следующий вопрос. А какому врачу сначала необходимо обратиться к человеку при первых симптомах? Ну, как правило, люди обращаются к хирургу, потому что все, что болит, это почему-то ассоциируется с хирургом. Но в данном случае, обратившись к хирургу, хирург направит вас к ортопеду. Но опять-таки, нужно будет сделать исследование, это уже назначит ортопед. В некоторых случаях хирург назначает рентген, это золотой стандарт диагностики стопы. А уже ортопед избирательно можно назначит МРТ, потому что на фоне вот этого деформации может произойти повреждение ахилловых сухожилий, и придется еще комплексно делать восстановление ахилловых сухожилий. Надо смотреть избирательно. Является заболевание сложным в плане диагностики или нет? Нет, я считаю, оно несложно диагностировать, потому что бывают другие смежные, это сопутствующие заболевания, к примеру, ревматоидные артриты или какие-то ревматические заболевания, которые провоцируют там или иначе возникновение боли, но тут есть специфика, сдача анализов, опять-таки рентгенография, МРТ, все в комплексе даст нам понимание того, с чем нам придется столкнуться и, соответственно, бороться. Леван Гагиевич, ранее мы с вами проговорили уже про причины данного заболевания, что спортсмены, например, часто с ним сталкиваются, а есть еще какие-то причины, которые редкие, но они есть? Например, наследственность. У дедушки была болезнь хаглана? Совершенно верно. Вот эта вот полая стопа чаще всего бывает генетически обусловленная ситуация, когда угол соотношения кости по пяточной кости и соответствующей дуги стопы внутренней совершенно отличается от нормальной, потому что если мы посмотрим, совершенно две разные ситуации. Исходя из этого, да, есть такая генетически обусловленная ситуация, предрасположенность. То есть деформация тоже может быть изначально. Человек рождается с деформированной конечностью, но чаще всего это предрасположенность. То есть если, например, молодой человек знает, что у его отца было это заболевание, ему была проведена операция, он в качестве профилактики должен использовать ортопедическую обувь или не всегда? Не всегда. Нет такой прямой зависимости наследственности, потому что там есть, опять-таки, генофонд, он формируется из ген матери и отца, поэтому тут уже зависимости от того, что мы наследуем. Поэтому это не является доминантным геном, чтобы сказать, что однозначно такая ситуация предвидится и будет. Нет, это не так. А какое лечение показано при болезни Хагглунда? Всегда ли требуется операция? Нет, всегда надо начинать с консервативных методов лечения. Это, опять-таки, подбор обуви, ношение ортопедических стелек, супинаторов, различного рода физиотерапии и так далее. Но это не гарант того, что эта деформация уйдет. Мы снимаем симптомы комплекса. То есть, если не беспокоит, не болит, визуально есть деформация, но она не мешает жизни, это не обязательно оперироваться. Но если это мешает, вызывает трудность при подборе обуви, каждый раз соударение вызывает боль, лучше это все-таки хирургическим путем устранить. Расскажите подробнее про методы физиотерапии. Ну, это уже физиотерапевт назначает. Это может быть магнит-терапия, фонофорезы, может быть ударно-волновая терапия. Тут надо смотреть, с чем мы боремся, опять-таки. А насколько эффективно это лечение? Это все индивидуально. Многие говорят, что не помогает. Пройдя небольшой курс терапии, говорят, что мне не помогло, и решаются на операцию. Но опять-таки, сразу придя к ортопеду, услышав операцию, не надо бояться, потому что уже, исходя из своего опыта, доктор, видя вашу стопу, может уже сделать заключение о том, что все-таки пора оперироваться. Следующий мой вопрос как раз про операцию. Расскажите об оперативном лечении болезни Хагланда. И какая нужна подготовка к операции? Подготовка стандартная. Это, опять-таки, обследование предоперационное. Это одинаково для всех видов ортопедических операций, за исключением протезирования. То есть стандартный набор анализов, общий анализ крови, мочи, АПГ, флюорография, биохимия крови, рентген стопы, естественно, в некоторых случаях МРТ. Если человек пожилого возраста, может потребоваться УЗДГ, ВЕН посмотреть, проходимость. Ну, в принципе, такая история. В некоторых случаях консультация ревматолога, если есть запутствие заболеваний, или эндокринолога, если есть сахарный диабет. Рентген МРТ пациент должен сделать, если, например, это пациент нагородний, в своем регионе привезти в Москву или в Москве часто? Бывают такие случаи, что делать рентген? Бывают случаи, что мы делаем здесь на месте, но желательно, чтобы пациент уже пришел, готовый с исследованиями, чтобы не отъявлять на это время. Поэтому сейчас это стандартно делается везде. Ничего специфического того, что требует именно делать у нас нет. Расскажите нам подробнее про операцию. Почему ее не стоит бояться? Какой наркоз? Сколько по времени она длится? Анестезия может быть как спинальной, субарахноидальная анестезия, чаще люди называют ее спинальной, либо внутривенной, если это недлительная операция, либо это может быть блокада, когда обкалывается местная стопа, это энклблок так называемый. Опять-таки надо смотреть в каждом, как на этом случае, избирательно подходим. Это у нас есть специализированные люди, анестезиологи, они этим занимаются. Поэтому нет такого, что там это обязательно общий, как говорят люди, общий наркоз. Не будет никакого наркоза, это не требуется делать под наркозом, но от подседации можно. Сколько по времени длится операция? По времени, ну, от получаса до полутора часов, в зависимости от того, требуется, отсечение ахилл и сухожилия, опять его рефиксации и так далее. Ну, как правило, это не такие объемные операции, чаще это небольшие объемы. А госпитализация в больнице сколько? Один-два дня достаточно. Один-два дня? Да. Как часто приезжают к вам из региона пациенты с данным заболеванием? Ну, я бы не сказал, что это самое популярное, извините, в кавычках, заболевание, часто встречаемое, но довольно-таки нередко. А по проекту «Москва-Столица-Здоровья»? Ну, они чаще всего так и приезжают по этому каналу «Москва-Столица-Здоровья». Данная операция бесплатна по полюсом? Да, совершенно верно. Для пациентов только тщательно бесплатно. Расскажите нам про послеоперационный период. Какой он? На какой день пациент может встать на свою ногу? Каким образом? На оперированную конечность, скорее всего, мы ограничим нагрузку. Почему? Потому что если ахиллово сухожилие не затрагивается, то можно приступать. А если оно затронутое, то наступать на него даже приступать нельзя. Почему? Потому что он может с места прикрепления, куда мы его рефиксировали, вырваться, оторваться. Извините за такую простую речь. Но через месяца полтора в специальном ортезе вы уже можете ходить, уже без него, наступая на свою ногу. Поэтому реабилитационный период очень важен. Это является гарантом успеха. Много того, что где прооперироваться, у кого прооперироваться, еще важен момент реабилитационного состояния. Реабилитационная составляющая, чтобы пациент соблюдал рекомендации. Что необходимо пациенту иметь при себе для хорошей реабилитации? Какие-то, может быть, бинты? Нет, это все индивидуально, опять-таки, по заключениям предоперационной подготовки. Если это сосудистый хирург, либо фолейболог рекомендовал эластичный трикотаж, то да, с собой нужно иметь эластичный трикотаж. Ортез можно приобрести заблаговременно, но не факт, что он потребуется. Поэтому, извините, тащить его с собой, не думаю, что на этом можно что-либо сэкономить. Поэтому по факту надо будет смотреть. То есть по факту вы говорите пациенту в больнице? В конце концов, можно обойтись гипсом, а потом уже поменять гипс на ортез. После операции человек может вернуться к привычным занятиям, например, танцам, спорту? И когда он может? Безусловно. Если эта операция, скажем, малотравматичная, объем небольшой, максимум месяц-полтора реабилитации. Если это большая травматичная операция, транспозиция и так далее, то это до трех месяцев ограничения. Левон Гакикович, я правильно понимаю, что профилактика болезни Хагланда это ношение специальной обуви, и посещение. Ну, не совсем-таки специальной. Тут обувь надо подбирать, чтобы не давила вода. Вот именно на это. Бывает задник обуви именно сдавливает, да? И мы когда ходим, постоянно трется, трется, трется и болит. Болит, воспаляется, и рано или поздно этот нарост увеличивается. Поэтому надо подбирать таким образом, чтобы обувь была не опоясывающей, да? Вот пошире задник был. И не такой грубо, жесткий. Потому что если он совсем жесткий, сдавливающий, это еще больше усугубит ситуацию. Человек сам может подобрать себе эту обувь без консультации с ортопедом-травматологом? Ну, консультация ортопеда нужна для того, чтобы врач объяснил, какая обувь должна быть. Потому что у нас как покупают? Нога влезла, уже хорошо. А как она там все чувствует, это уже второй вопрос. Главное, что она красивая. Поэтому тут уже надо понимание иметь. То есть часто приходят люди, мы меряем обувь. Какой размер обувь покупаете? 36. Мы меряем по линейке 38. Ну, мне так удобнее. Нога так чувствую комфортно. Но это не совсем правильно. Методы народной медицины, насколько они эффективны при данном заболевании? Ну, методы народной медицины, максимум, что могут делать, это снять болевой синдром. Собственно, что в большом случае решает вопрос. Поэтому тут опять-таки экспериментировать не надо. Потому что можно, извините, получить ожог. Тем самым способом, который вы найдете в интернете. Не надо рисковать. Лучше обратиться к врачу. Ожог? Да. Бывает такое, что от этих, скажем, примесей и смесей, которые там люди изготавливают, там йод добавляют, еще различного рода какие-то медикаменты и так далее. И неправильная концентрация всего этого может привести к каким-то ожогам. Спиртовые, всякие настройки? Да, да, да. Компрессия, бывают аллергические реакции. Не нужно заниматься самолечением. А еще существуют все-таки какие-то методы профилактики? Возможно, не знаю, ходить босиком летом? Или дома ходить босиком? Опять-таки, летом, если есть возможность, можно носить обувь, чередовать ее с открытой обувью, которая не имеет задника, можно в тех же, извините, в босоножках походить, не обязательно имеющие какие-то завязочки, да, можно носить просто тапочки, саба и того различного рода обувь чередовать. Поэтому носить однотипный обувь неправильно. Канон с этого эфира подписчики нам направили свои вопросы. Я вам зачитаю первый вопрос от Кабира. Здравствуйте. Можно узнать, через какой доступ делают эндопротезирование тазобедренного сустава у вас в больнице по проекту «Москва. Столица здоровья». Сколько нужно ждать госпитализацию и что для этого нужно? Ну, доступы различные, в зависимости от того, какого типа протеза надо ставить и есть там дисплазия или нет. У нас все виды доступа, в том числе передний доступ, который сейчас очень востребован. Поэтому доступ не зависит от канала госпитализации, а зависит от того, какого рода эндопротез, объем операции нужно выполнить пациенту. Поэтому различные доступы возможны. Ожидать не так долго, я думаю, от сезонности от двух недель до двух месяцев. Следующий вопрос от Татьяны. Так, меня в последнее время, уже месяца три, беспокоит постоянная непроходящая отечность стоп и голеностопных суставов, особенно во внешней стороне стопы. Такие наплывы, в кавычках, над обувью. Часто бывают болезненные ощущения в своде стоп. Возможно, это происходит из-за ограничения движения. У меня двусторонний гонортроз. Из-за боли в коленных суставах я меньше стала передвигаться. Принимаю мочегонные в составе комплексной терапии от гипертонии. Но, увы, отеки не проходят. По телевизору рекламируют препарат название на лимф. Что связано с лимфами? Как вы считаете, стоит ли его принимать и вообще доверять рекламе? Я бы не стал доверять рекламе, ввиду того, что первично надо посетить сосудистого хирурга, флеболога, сделать СДГ, посмотреть проходимость вен и в зависимости от этого подобрать терапию корректную. Не потому что там по телевизору показали рекламу. Это неправильно. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом. В каждой рекламе это звучит. Поэтому проконсультируйтесь с врачом. Следующий вопрос от Елены. Мне нужна операция эндопротезирования тазобедренных суставов. Как после операции быть? Есть ли реабилитация? Многие на 4-5 день выписывают. А если далеко добираться? И дома не будет качественной реабилитации. Как быть? Можно согласовать сразу перевод. Ну как перевод? Вы выписываетесь, возвращаетесь по месту жительства и в своем региональном подразделении обращаетесь в учреждения, где занимаются реабилитации. В Москве свои учреждения, в области свои учреждения. Поэтому подвенодственные вашему территориальному министерству вы можете обратиться и вас реабилитируют. Часто мы выписываем людей на третьи сутки, на четвертые сутки. И пациенты, да, не самостоятельно за рулем, но на автомобиле родственники забирают. Либо специальная служба довозит до вокзала, либо аэропорта. И там на кресле специальные обученные люди для лиц мобильных граждан помогают добраться до места, где им провести ближайший путь до точки назначения. Поэтому это сейчас несложно. Надо просто решиться и все будет уже сделано. Леван Гайкович, какой бы вы хотели дать совет пациентам, нашим региональным пациентам, которые столкнулись с данным заболеванием как болезнь Хаглунда и пока боятся? Или просто не решаются на операцию, которая им нужна? А тут уже надо понимание иметь. Это не жизненно угрожающая ситуация. Если справляемся путем подбора обуви и различного рода аппликаторами, которые уменьшают давление на эту область, то можно отсрочить. Но периодически рекомендую все же показываться врачам для профилактического осмотра и получения новых каких-либо рекомендаций, исходя из ситуации, которая на данный момент обращения. И мой последний вопрос. А когда человеку сделали все-таки эту операцию, насколько улучшается, на ваш взгляд, качество его жизни? Ну, сначала, естественно, кажется, что лучше не стало, стало хуже, потому что это болит, отекает какой-то гипс, ортез. Зачем это нужно было делать? Вроде ходил и ходила. Но потом, то есть какое-то время, когда прошла реабилитация, люди обращаются и говорят, что же я раньше-то не решался это сделать. Поэтому, да. Спасибо вам большое за то, что ответили на все наши вопросы и на вопросы наших подписчиков. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok